Мрачный осенний день 1879 года в бывшей поместье Яновка, которую недавно купил разбогатевший предприиматель Давид Бронштейн, случилось радостное событие. Это день был по новому стилю, 7 ноября, и никто не знал, что... Да, в этот день родился первенец в этом семействе Бронштейна, у Давида и Анны Бронштейн. Никто вряд ли мог догадываться, что через 38 лет, ровно через 38 лет, новорожденный младенец станет наркомом иностранных дел новой республики в России. Ребенок рос не слишком здоровым, вскоре обнаружилось, что он склонен к эпилепсии, но мальчик был великой радостью для родителей, они все делали, чтобы он рос здоровым, чтобы он приобщался и к общей культуре, и к традициям. Он... Ребенка очень быстро поместили в местный хедер, он ходил в еврейскую школу, а затем к родственникам отправили в Одессу. Там Лейба Бронштейн, так звали мальчика, поселился в доме книгоиздателя Шпенцера, и это было событие, которое очень повлияло на его дальнейшую судьбу. Он стал жадно читать книги, которые в изобилии были у Шпенцеров. Ребенка сначала попытались устроить в училище святого Павла, но оказалось, что у него очень плохо с русским, он получил тройку на экзамене, да и не очень хорошо с арифметикой четверку, и он сначала занимался на подготовительном курсе. Затем он поступил в школу и стал очень хорошо учиться. Но ребенок был шаловлив, организовывал всевозможные шалости в масштабе класса, один раз довел до болезненного состояния учителя, за что его на год отстранили от учебы в школе. Затем ребенок поэтому оставался у Шпенцеров, жадно читал книги, затем он продолжал учиться, но его отец в это время богател и богател. Он превратился из земельного арендатора в зерноторговца, и дела его заставили переехать Николаев. Туда же переехал и Троцкий, будущий Троцкий, извиняюсь, Давид Лейба-Бронштейн вместе с ним переехал и стал там жить. Вскоре он поступил в учебу в Одесский университет, и ему надо было из Николаева все время путешествовать в Одессу, но он не слишком себя утруждал, он пропускал многие занятия, а к этому времени Лейба-Бронштейн оброс друзьями. Там квартира, где он находился, сдавалась еще другим молодым людям, такие Соколовские, с которыми он подружился, а Соколовские любили посещать собрания молодых людей. У Чеха Швиговского, садовода, у которого была какая-то избушечка в большом саду фруктовом, где молодые люди собирались и отводили душу. Они говорили обо всем на острые темы. Молодежь тогда была очень радикально настроенная, тут были народники, тут были марксисты, у них возникали споры. Молодой Троцкий с самого начала, еще со времен учебы, он любил главенствовать, он любил производить впечатление на публику. И он объявил собравшимся, что он бентамист. А бентам – это был ученый, которого резко осуждал Марц, это проповедник капиталистического строя. Тем не менее, Троцкий назло марксистке Соколовской все время высмеивал марксизм и даже со своим другом Соколовским стал писать пьесу, где осуждался марксизм. Но однажды, под Новый год 1897-й, Троцкий вдруг объявил, что он марксист. И это позволило ему как-то сблизиться с Соколовской, к Александру Соколовской, в которую он влюбился. Она была старше его, но тем не менее, Лейба Бронштейн очень был очарован гей и все делал для того, чтобы понравиться. Он стал марксистом. Он хотел произносить страстные речи. Один раз, начитавшись учебника «Как быть оратором», он попытался произнести речь в этом кругу друзей. У него ничего не получилось, он расстроился, расплакался, его утешали. И это был вот первый его ораторский провал. А затем вот эти молодые люди решили, что все-таки надо действовать. И они создали Южно-Русский Союз. Они решили вести пропаганду среди рабочих, выпускать листовки, выпускать газету. Газету назвали «Наше тело» и выпустили даже 10 различных вариантов листовок, распространяли их среди рабочих, сделали три экземпляра газеты «Наше тело». Их никто не трогал. Они по-прежнему собирались у Швиговского. И вдруг в январе 1898 года они все были арестованы. 200 человек. Труцкий был тоже арестован. Сначала его посадили в Одессу, потом в Херсонскую тюрьму. Самым большим испытанием была «Одиночка». «Одиночка», где, в общем, знаток «Одиночек» Дорошевич говорил, что старые опытные надзиратели знают, что если человека надо свести с ума, сажай его в одиночку. И обязательно он там или попытается наложить на себя руки, или еще что-то. И вот Лейба Бронштейн выдержал это испытание. А потом, когда его вернули в общую камеру, все увидели, что что-то все-таки с ним произошло. Он почему-то проявлял повышенную эмоциональность. И странным образом изменились его интересы. В то время, как его сокамерники зубрили марксизм, зубрили Маркса, Лассаля, там читали Лабриолу и других, он вдруг увлекся изучением масонства. А библиотека тюрьмы была полна антимасонской литературы, потому что тюремщики видели в масонах ярых врагов самодержавия, и поэтому там было очень много статей, памфлетов и прочего о масонстве. И вот, но Бронштейн сначала читал, изучал эту литературу, потом попросил, чтобы ему доставляли извне, и он записывал, выписывал всё из этой литературы. Он не притрагивался к марксистской литературе, его интересовал, что заинтересовало его в масонстве? Организация. Вот это тайная организация, умение скрываться, умение использовать самые разные маски для того, чтобы продвигаться вперёд. Он записал тысячу страниц, только выписок, к сожалению, потом, говорит, это всё пропало, но это, в общем, несколько было удивительно. Тем не менее, он шёл постепенно, шло расследование по делу Южно-Русского Союза, они все, друзья, по несчастью, получили свои сроки. Где-то в пересыльной тюрьме в Бутырке Троцкий и Соколовская обвенчались по иудаистскому обряду, они вступили в брак, и их, молодых супругов, отправили в Иркутскую губернию, в селение Ускут, где, наконец, Соколовская попыталась приобщить своего мужа к марксизму. Он добросовестно читал Маркса, мучился от этого, говорит, по страницам капитала пользовались тараканы, но он никак не мог перейти ко второму тому. Одновременно он решил, а у них уже родился ребёнок Зина, которую надо было выхаживать, денег не хватало, хотя отец богатый, посылал им что-то, и вот тогда Троцкий стал зарабатывать на жизнь, он писал в сибирские журналы различные эссе по разным писателям, России, зарубежным писателям, одновременно как-то устанавливая связи с другими социал-демократами. Формально он не вступил ещё, партия уже была создана, но он в неё не вступил, а затем в 1902 году он совершил побег, когда его перевели уже из этого Усть-Кута в Верхоленск, до этого пару месяцев назад из Верхоленска сбежал Зержинский, а через два месяца сбежал Троцкий. Александра, его жена, смастерила чучело перед этим, которое уложила на Синафалии, когда приступ пришёл спрашивать, где муж, он сказал, да вот что-то за ним мог, залёг на Синоваре. А Лейба Бронштейн в это время пробирался по маршрутам, которые были уже организованы социал-демократами, где-то на каком-то этапе ему дали паспорт, который он должен был заполнить, как назвать, какую фамилию придумать, и вдруг его осенило. В этой, в Одесской тюрьме был жуткий надзиратель Троцкий. Это была гроза всех тюремщиков, его все боялись, даже начальник тюрьмы. И вдруг Бронштейн решил придумать себе в качестве псевдонима взять Троцкий. Слово и фамилия импонировало его. Троц и на идиш, и на немецком это поперёк, напротив. До этого он подписывал свои эссе «Антидоттоа» – «Противоятие». Вот Троцкий. И под этим псевдонимом вот этого тюремного надзирателя Троцкий бежит из Сибири в Центральную Россию. Тут он оказывается в Самаре, где его привечают, а затем приходит запрос из Искры за границей, что его там готовы принять. Опять, пока Троцкий бежит через Европу, ему оказывают помощь видные социал-демократы Европы, его принимают руководящие деятели австрийской социал-демократической партии. Он встречается с деятелями из русской социал-демократии, которая находится в Европе, в континентальной Европе. И затем в 902 году Троцкий прибывает в Лондон и в квартиру, которую занимали супруги Рихтер, так скрывались под этим именем товарищ Ленин и Крупская. Раздался стук, и молодой человек стоял на пороге и попросил, чтобы расплатились за извозчика Ленина и Крупская. Ну, Троцкий, да, уже Троцкий говорил, что, ну, я, говорит, был довольно смел в своем общении. Ленин был очень рад пришельцу из России, стал его расспрашивать. Троцкий боялся одного. Вдруг Ленин начнет его экзаменовать по Марксу, которого он толком не дочитал. Но Ленин все-таки спросил его, а как у вас с марксизмом? Он говорит, что вот где-то на втором томе Капитала он запнулся. Ну, Ленин его пожурил, но с энтузиазмом стал ему показывать Лондон, а затем предложил Троцкому сотрудничать с Искрой. Троцкий тут же взялся за это, написал две статьи, где очень осуждал празднование юбилея Шлиссельбургской крепости и еще какой-то выпад в отношении царизма под названием «Акулы славянофильства», подписался Перо. Такой выбрал он себе псевдоним. Ленин посмотрел эти статьи, провел какую-то правку. Статьи пошли в Искру. Прошли раз-два, редактор главный был Плеханов. Плеханов посмотрел статьи и сказал, говорит, «Перо вашего пера мне не нравится. Несмотря на правку Ленина, там очень было много цветистых выражений, шаблонов. Это было все не то». И тогда стал вопрос, собственно, чего делать Троцкому в Лондоне и в Искре. Пишет он плохо. Его познание о социал-демократическом движении в России сводится только к его пребыванию в ссылке и воспоминаниям об этом жалком Южно-Русском Союзе. Что ему вообще делать? Но кто-то вдруг решил, что Троцкий может хорошо выступить перед иммигрантами, которые там скопились в Лондоне. Троцкий пошел произнести выступление о своих впечатлениях. И это был перелом в его жизни. Неожиданно он блестяще заговорил, он заворожил собравшихся, его перебивали аплодисментами, его буквально на руках вынесли, когда он кончил. Он не знал счастья, не знал просто, не мог сдержать своего восторга. Я, говорит, шел как на облаках. Вот. И после этого успеха решили, что а почему, собственно, только Лондон? Пусть поедет по другим городам, где тоже вот иммигранты, тоже вот они не знают, как, все. Троцкого стали выпускать не только в Англии, но он поехал и во Франции. И во Франции, когда он прибыл в Париж, его вдруг стала опекать некая иммигрантка Наталья Седова. Наталья Седова еще не была членом социал-демократической партии, но она тяготела к левым идеям, дочка купца, и вот она повела, стала показывать Париж. Ну, впечатление, надо сказать, Троцкий был человек с ограниченным кругозором в это время, и он сравнивал все время Париж с Одессой, забавляя этим Седову. Он не очень понял, не очень разбирался в живописи, в скульптурах, но ему очень понравилась Седова. И вскоре он стал забывать Александру Соколовскую, которую он оставил, Верхоленский и его дочерей, и он увлекся Седовой. Ну, фактически, с этого времени начинается гражданский брак Троцкого с Седовой. А партия в это время готовилась к своему съезду, который должен был состояться сначала в Брюсселе, а затем он был перенесен в Лондон, и готовился к этому и Троцкий. И Троцкий был ярым ленинцем, он поддерживал Ленина. И когда Ленин в это время отстаивал иные принципы формирования партии, он при обсуждении первого пункта устава настаивал на то, что член партии не только должен состоять в партии, но и работать в одной из первичных организаций. А друг Троцкого, Мартов, с которым он тоже сотрудник Искры, он считал, что нет, ну как, раз и мы привлечем интеллигенцию вот такими положениями устава? Нет, надо ограничиться тем, что человек просто признает основные положения партии. Вот это уже стычка была между мартовцами и ленинцами. Троцкий был за Ленина. И когда начался съезд, он был всецело за Ленина. А дальше Ленин предложил, что Искру надо несколько сократить. Реально работают в Искре ООН, Плеханов и кто еще-то там, ну кто-то еще. А Мартов, вот трое, трое, которые пишут. А Засулич, несмотря на свои прошлые революционные заслуги, очень мало писала. Мало писал Дейч, Протесов, это мало писали туда. Они считались членами редколей. Сократить их, убрать. А с этими людьми у Троцкого были хорошие отношения. Мартов был большим другом Засуличей других. И здесь Троцкий стал выбирать, кого поддержать, Мартова или Ленина. И решил поддержать Мартова. И вдруг на съезде Троцкий стал выступать против Ленина. Он стал говорить, что Ленин хочет диктаторствовать в партии. Что он ведет себя неподобающим образом. Ленин пытался как-то найти с ним общий язык, как-то наладить отношения. Нет, Троцкий был за Мартова. И с этого времени начался разрыв. С этого, со второго съезда, с 1903 года. Но вот уже на съезде партия фактически раскололась. Большинство проголосовало за ленинскую позицию, хотя первый пункт устава оставили Мартовский. Но, тем не менее, основном поддержали программу, на которой настаивал Ленин. Ленин и Плеханов. Плеханов номинальный, вождь партии. Ленин наиболее динамичный. С его сторонник. Вот это большинство. А меньшинство, они сплотились вокруг Мартова, Засулич, Троцкого. Это, значит, большинство. Большевики, назовем их так. А это меньшевики. Вот с этого времени начинается раскол. Троцкий с меньшевиками. А потом разъезжаются они за пределы Европы. Троцкий по-прежнему гастролирует, выступает, но ему как-то не очень начинает... Да, но... А на Плеханова оказывают давление меньшевики. И вдруг Плеханов присоединяется к меньшевикам. Соответственно, он становится во главе с меньшевиками. И он ненавидит Троцкого. Он говорит, что это вообще какой-то проходимец, и с ним не надо иметь дела. Одним словом, позиция Плеханова мешает Троцкому. И Троцкий отходит от меньшевиков. Он занимает какую-то особую позицию. И вот в этот период он приезжает в Мюнхен, где сближается с человеком, который до этого повторил его судьбу. За 12 лет до того, как Троцкий прибыл в Европу, такой же маршрут совершил другой сын зерноторговца Израиль Гельфанд, который прибыл в Мюнхен. И его почему-то стали опекать Клара Цеткин и Карл Каутский. Они обратили на него внимание, вот их называли эту пару Клара и Карл, они стали заботиться об Израиле Гельфанде. Гельфанд, 19-летний Гельфанд, поступил в Цюрихский университет, закончил его, а затем его привлекли в социал-демократическую партию, он стал играть там большую роль, экономист, ценимый очень в партии. И вот этот Гельфанд, который к этому времени взял псевдоним Парвус, Александр Парвус, он помогал в создании Искры, он пригласил к себе и Троцкого. И Троцкий стал жить у него в доме вместе с Седовой. Вот они стали там жить, и это был очень важный период в жизни Троцкого. Парвус считался теоретиком социал-демократов, своеобразным теоретиком, но он был сильным экономистом. И в это время Парвус разработал теорию перманентной революции. Парвус пришел к выводу, что наиболее неустойчивое положение с точки зрения революции имеет Россия. В России настолько обострились всевозможные противоречия, что там может произойти революционный взрыв. Режим слишком отсталый, слишком обострились всякие противоречия. Революция в России даст толчок революционному движению на Западе. Начнется перманентная революция. Революция в России конечно это революция в отсталой стране. Она не может быть социалистической, но тем не менее там будет радикализация сильная. И вот эта радикализация столкнет и социал-демократию Европы к дальнейшим шагам. Начнется постоянная революция, перманентная революция. Эти идеи заразили Троцкого. И он стал тоже готовить работы на эти темы. Готовил, даже подготовил такой что-то вроде учебника «Как начинать революционный бунт», как вот оратор приходит на предприятие, которое уже подогрета агитаторами, он бросает лозунги на эти предприятия среди этого коллектива рабочего и так далее. Потом произошла неожиданно революция 1905 года, Троцкий и затем Парвус выехали тайно в Россию, а затем Троцкий совершенно неожиданно появился во главе Петербургского Совета рабочих депутатов. он появился на сцену, он вышел на другой день после царского манифеста 17 октября, он взял, он вдруг выступил, появился на сцене, вышел с текста манифеста, разорвал его демонстративно и затем произносил боевые речи. Затем царское правительство терпело какое-то время, Совет, а затем арестовало его руководство. Хрусталев, Носарь и другие были арестованы, и тогда во главе Совета стал Троцкий. Троцкий тоже был арестован. Троцкий, когда пришли его арестовывать, он отказывался идти, его выносили из Совета, но во главе Совета стал Парвус. К этому времени Совет выпустил финансовый манифест, который предлагал, а газет, к этому времени вдруг в России появились газеты, которые выпускались в огромном количестве экземпляров. Газета Начало, и они издавались на деньги Парвуса. Откуда у Парвуса были такие деньги, никто не знал. Но вдруг вот этот манифест, финансовый манифест, призывал всех жителей России брать деньги из банков, что рубль вот-вот рухнет. Началась паника. Якобы это было нужно для революции. На самом деле это был сильный удар по финансовой системе России. Настолько, что потом правительству Витта пришлось брать большой займ у Франции и так далее. Парвус был арестован, Троцкий был арестован, они сидели в год в тюрьме, но когда Парвус и Троцкий сбежали из заключения, почему-то Парвус обладал несметным количеством денег, вполне возможно, что финансовый манифест принес немалые барыши тем, кто нажился на падении, на этих слухах о падении русского рубля. И он обеспечивал Троцкому поездки по Европе, экскурсии, затем Парвус смещается в Османскую империю, Троцкий работает журналистом, пишет в самые разные газеты, Парвус же вдруг начинает ворочить миллионами. Он уже не социал-демократ, он миллионер, он торгует оружием и зерном, и когда начинаются Балканские войны, которым, очевидно, продажа оружия был выгодный бизнес и для Парвуса, военный корреспондент, который освещал эти события, был Троцкий, он разъезжал по линиям фронта, выступал, вот так складывалась судьба этих двух друзей, они на некотором расстоянии жили, а друг, Троцкий не рвал социал-демократии, более того, он пытался играть независимую позицию, на съездах он выступал с какой-то промежуточной позиции, он пытался создать блок какой-то особый, но товарищ Сталин, который уже заметил к этому времени Троцкого, он называл его в подпольной большевистской печати чемпионом с надутыми мускулами или никчемностью с презрением относился Троцкий, но Троцкий тем не менее где-то оставался в окружении социал-демократов, когда началась война 2014 года Троцкий вовремя заблаговременно оказался в Швейцарии. Он принимал участие в антивоенных международных конференциях в Циммервальде и Кентале, не продолжая полемизировать с Лениным. Ленин тоже там участвовал, но Троцкий в чем-то был близок к Ленину, но тем не менее особая позиция, а затем в 2017 году Троцкий покинул Европу и приехал в Америку. Он был уверен, что вот это страна, где он начнет новую жизнь. Он восхищался американским бытом, он восхищался американской жизнью, он сотрудничал в левых американских газетах, и вдруг новость не успел Троцкий толком осесть в Америке, революция, февральская революция в России. Троцкий понимает, конечно, конечно, он вернется туда, где он уже был председателем столичного совета, его примут, его с ним будут носиться на руках и так далее. Троцкий убежден, что он приедет на белом коне в Россию, но оказалось, что пароход, на котором он едет в Англию, был задержан в Канаде, потому что выясняется, что на борту находится человек, который призывал к поражению стран Антанты в своих публикациях, который в это время еще Америка не объявила войну Германии, и его надо задержать. И Троцкого забирают в Канаду, и он наказывается среди интернированных немцев. Долгое время он находится в этих ужасных условиях, это место заключения, которое было переоборудовано из чугуноделательного завода. ужасные условия, пять человек сумасшедших там находятся, Троцкий правдами и неправдами пытается достучаться до мирового общественности, шлют телеграммы в адрес канадского правительства, что отпустить революционера Троцкого и так далее. Ну, с большим, большой неохотой Троцкого все-таки освобождают, и он только в мае прибывает в Петроград. Он прибывает в Петроград, а к этому времени уже революция третий месяц, и о Троцком уже забыли. Ну, кое-кто вспомнил, как бывшему первому лицу Петросовета ему дали талон на получение чая и куска чёрного хлеба. И также право жить в общежитии в одной комнате вместе со своей семьёй. К этому времени он переехал, вот, у него появилась уже новая семья, Седова, двое детей, Серёжа и Лев, вот они все в одной комнате общежития. Троцкий попытался как-то очаровать руководителей совета, произнёс речь, но без особого успеха. Он пытается выстроить свою особую партию, он пытается создать так называемую межрайонную группу, в которой участвуют Луначарский, Мануильский, Карахан и другие, но и она малочисленная группа, есть уже набирающие силы большевистская партия, социал-демократы, меньшевики, они в правительстве. Троцкий оказался на распутье, или оставаться в узкой среде вот этой межрайонки, или же пойти на союз с Лениным. И во главе межрайонки Троцкий стал вести переговоры с Лениным. Договорились о том, что члены межрайонной организации войдут в большевистскую партию. Троцкий стал выступать по поручению Ленина. Потребность в ораторах была огромная. Троцкий в каждый день выступал по нескольку раз. Прежде всего в цирке Модерн. Это был цирк, превращенный в место собраний, Троцкий говорил, каждый день я шел туда, и вот я начинал говорить, я, говорит, не ожидал часто, что я скажу, потому что я с выражения лиц, с выражения глаз людей считывал, что они хотят услышать. Я старался подвести их к каким-то новым идеям. И вот когда читаешь эти высказывания Троцкого, да, иногда, говорит, я боялся, что вдруг меня занесет, и вот этот оратор сорвется с карниза, потому что я буду говорить то, что в умах людей, но то, что не надо было говорить. Это было, очень напоминало высказывания Гитлера, который говорил то же самое, что опытный оратор никогда не будет выступать по подготовленному тексту, он будет читать по выражениям лиц, что они принимают, а что не принимают. Он, отталкиваясь от того, что не приняла аудитория, он начнет высказывать аргументы против этих возражений, и по выражениям лиц увидит, что они изменились под влиянием его новых аргументов, пока они наконец не примут его точку зрения. И Троцкий вот был таким оратором, он выступал ярко, он заводил людей, он выступал все время в Кронштадте, он заводил кронштадтских матросов, просто сказать, до белого коленя, он призывал лозунг Ленина Октябрьской революции, которую Владимир Ильич бросил по возвращении на финляндском вокзале, вот Троцкий оттиражировал много-много раз, он говорил, почему нужна революция, почему надо переходить от свержения царизма к социалистической революции, революции, но вот эта игра с массой, она оказалась довольно рискованной, к этому времени подогретая солдатская, матросская масса в Петрограде рвалась в бой, в то время, как обстановка еще не позволяла переходить к революции, и это привело к июльским событиям 1917 года, когда пулеметный полк выступил за начало революции, когда была попытка арестовать членов временного правительства, и большевики старались сдерживать массы, но они уже плохо их контролировали, демонстрация в начале июля, которая произошла, была кем-то обстреляна, все было на грани революции, но временное правительство обвинило в этом самих большевиков, кроме того, появился материал о том, что Ленин является агентом кайзеровской Германии, и его следует арестовать. Ленин и Зиновьев ушли в подполье, а Троцкий не успел уйти в подполье, он был арестован. Троцкий, Луначарский и целый ряд других людей были арестованы. На свободе остались те, кто не занимался, не был на авансцене ораторской, хотя уже занимал неплохое положение, и в частности член Центрального Исполнительного Комитета Советов, избранный на Первом Съезде Советов Иосиф Джугашвили остался на свободе, и поэтому он проводил подпольный съезд партии, который состоялся в Петрограде, в подполье, который избрал руководство ЦК не только Ленина, но и Троцкого. Троцкий уже стал членом ЦК, хотя он в это время сидел в крестах. Корниловский мятеж резко изменил обстановку, и Керенский обратился, смирился с тем, что большевики готовы его оружием защитить от корниловцев, и большевиков стали выпускать. Ленин по-прежнему прятался в шалаше под разливом, а большевиков стали выпускать, и вышел на свободу и Троцкий. Популярность большевиков как людей, которые не растерялись во время Корниловского мятежа, была велика, и во время заседания Петросовета Троцкого избирают во главе Петросовета. В сентябре 1917 года Троцкий снова обретает то положение, которое он занимал в 1905 году. Большевик во главе Петросовета. Подобное происходит, большевизация Совета происходит по всей России, их позиция укрепляется в этой обстановке, но Ленин начинает думать о том, что, очевидно, надо переходить к более решительным мерам. корниловцы потерпели поражение, но в это время уже готовится правый переворот, готовится свержение Керенского с помощью иностранной разведки, англичан и французов готовится переворот, в котором участвуют руководители Чехословацкого корпуса, правые СССР, Савенков и другие, они готовят установить военную диктатуру, свергнуть Керенского, а что с большевиками? Да большевиков просто, наверное, пересажают, перережут и так далее. Поэтому Ленин вдруг начинает настаивать на захвате власти. Его поддерживает Троцкий, Троцкий активно поддерживает Ленина, а наиболее близкие люди к Ленину, Зиновьев, Каменев, говорят, что нужна осторожность, большевистская партия укрепила свои позиции, но не настолько. Да, в Петрограде получше, но в остальной России у нас еще нет решающей победы. Надо ждать, пусть революция развивается своим путем, и когда Ленин говорит о том, что надо переходить к подготовке революции, его не поддерживают некоторые люди. Собирается в октябре заседание ЦК. Ленин к этому времени уже выехал из Разлива, он находился какое-то время в Финляндии, но здесь он прибывает в Петроград. В ЦК у него нет особой поддержки, многие сомневаются, сомневаются, например, и Сталин тоже. Он понимает положение у Керенского катастрофическое, но придет кто-то другой, и будет, большевикам будет еще хуже. Но Ленин произносит яркую, ярчайшую речь, самая лучшая речь, как говорят свидетели, которую он когда бы то ни было произносил, но она не была застенографирована на заседании ЦК, и большинство членов ЦК 10 октября 1917 года голосуют за восстание. Зиновьев, Каменев против. А затем Зиновьев, панически боящийся восстания, ну, потом про Зиновьев вообще был склонен всегда к панике, потом Троцкий говорит, вообще это была поговорка, Зиновьев, паника. Зиновьев публикует в газете, левой газете «Наша жизнь» статью, где намекает на то, что он и Каменев возражают против решения, которое недавно приняло руководство большевиков. Ну, все догадываются, что это за решение, о чем могла речь. И Ленин в ярости, он говорит, что Людзиновьев и Каменев это штрейкбрейхеры, их надо гнать из партии. А Троцкий всецело за революцию, он готов поддержать. И создается военно-революционный комитет при Петросовете, который ведет подготовку фактически выступления под предлогом защиты революции от германского нашествия. Вот, надо, дескать, отразить врага. К этому времени политбюро, к этому времени сформировано политбюро, оно состоит из Ленина, Троцкого, Дзержинского, Свердлова, Бубнова и кто-то еще там входил. Одним словом, вот это становится боевым органом партии. Они тоже создают военно-революционный комитет. Зиновьева и Каменева там нет в руководстве. И наконец, но тем не менее, все-таки опасения есть. Ленин из своей квартиры, где он находится, пишет записку. «Надо выступать 25-го, 24-го рано, 26-го поздно, промедление смерти подобно». И механизм революции запускает. Дело в том, что к этому времени Петроградский гарнизон был в основном подчинен большевикам. они готовы были поддержать большевистское восстание. Конечно, Керенскому достаточно было перебросить несколько дивизий для того, чтобы раздавить восстание готовящееся, но у Керенского не было сил и возможностей. Полный разброд, неорганизованность. Троцкий является человеком, который проводит организационную работу по мобилизации боевых отрядов, которые будут занимать наиболее ключевые позиции в Петрограде. Он как и реально командовал подвойски, Реально командовали Раскольников, Антона Фавсенко, но политическое руководство осуществлял вот этой деятельностью военно-революционного совета Троцкий, но Троцкий не мог непосредственно заниматься военными делами. Он был Петросовет. Более того, он выступал. Он выступал там, где только что выступал Керенский. Керенский говорил о том, что большевики готовят, они готовы выступить. Троцкий хитрил, оправдывался, говорил, что реально, да, мы готовы мобилизоваться, мы готовы выступить, но он реально о восстании еще не говорил. Троцкий все-таки играл вот такую парадную какую-то роль в этом движении, он прикрывал. Троцкий был очень самоуверенный человек. Троцкий рвался всегда к власти. Он всегда хотел сыграть решающую роль в революционной партии, и поэтому, когда его не признавали ни меньшевики, ни большевики, он пытался играть роль центриста, который примирит большевиков и меньшевиков и будет играть какую-то роль. Здесь он тоже увидел надежду, он увидел надежду, что смогут вот те большевики, которые мобилизованы партией, сыграть свою роль. Роль играл, разумеется, и Сталин, который вел давно закулисную работу по мобилизации большевистских организаций, но Троцкий вот был номинальной такой фигурой для поднимающейся революции. Он возглавлял Петросовет. Еще Ленин это просто был членом Центрального комитета подпольной партии. Никаких постов у Ленина еще не было. В саму ночь восстания Октябрьского Троцкий где находился? В ночь Октябрьского восстания они наконец встретились с Лениным, но с Троцким случилась беда. У него начался эпилептический припадок. Поэтому наиболее драматичное событие. Троцкий лежал, долго находился в тяжелом состоянии, а Ленин ухаживал за ним, потом они обсуждали с ним вопрос формирования нового правительства. Ленин предложил ему пост наркома внутренних дел на ведение порядка. Троцкий сказал, никоим образом, чтобы еврей возглавлял внутренние дела, это же будет антисемитский взрыв. Нет, никоим образом. Троцкий потом уверял, что будто бы Ленин и предлагал ему и пост председателя Совета Народных Комиссаров. Это очень сомнительно, потому что не такой был авторитет у ведущей партии, чтобы Троцкого поставить во главе. Был потом миф, что правительство было из евреев. На самом деле в новом правительстве из почти двадцати человек евреем был только Троцкий. Был один грузин Джугашвили Сталин, был поляк Тодорович, остальные были русские, остальные были русские. то есть жупел антисемитизма никак не мог играть роль. Троцкому дали пост наркома иностранных дел. Троцкий был авантюристом, и он не верил в то, что революция долго продержится. Есть свидетельство, когда Троцкий говорил, ну что, говорит, выпустим пару красивых деклараций, а потом закроем лавочку. Революция, социалистическая революция в такой стране, как Россия, это невозможно по всем представлениям Троцкого. Начнется, произойдет взрыв, это повлияет на измученную войну Европу, и Троцкий будет уже играть роль в этой европейской революции. Вот примерно какой план. Он был готов взять роль наркома иностранных дел, почему? Нужно начать переговоры с Германией о мире, потому что один из первых декретов, декрет о мире, мы готовы, и вот Троцкий будет призывать к миру, а мир изголодался по миру. В это время война идет, измучившая, в это время началась испанка, которая была значительно серьезнее, чем пандемия от коронавируса. Тогда во время испанки погибло от 50 до 100 миллионов человек во всем мире. Во время Первой мировой погибло 10 миллионов. люди хотели прекратить войну, остановить это безумие. Троцкий рассчитывал, он, нарком иностранных дел, он будет глашатаем мира, для всего мира. Но странно антанты не приняли этого, не откликнулись на этот призыв. А страны центрального блока были готовы подписать тот самый сепаратный мир, в готовности подписать, которого обвиняли и Николая Второго, и слабосильных людей во временном правительстве, вечный страх антанты. Не дай Бог, Россия подпишет сепаратный мир. Троцкий и Ленин готовы подписать сепаратный мир. Никоим образом не надо это делать, говорят в России. СССР против этого. Против этого поднимаются и коммунисты. И молодой коммунист Николай Бухарин возглавляет группу левых коммунистов, которые говорят, нет, нет, мы не будем подписывать мира, будем продолжать революционную войну против Германии, она уже будет носить другой характер, мы проиграем ее очень хорошо. Дело в том, что Троцкий был человек, который считал Россию второстепенной державой. Еще когда он был журналистом в Вене, он полемизировал журналистом по новым разумникам, который написал в газете «Киевская мысль» вещи такого патриотического содержания, Троцкий написал «Что такое Россия?» Мы всегда отставали, у нас никогда не было даже нормального средневековья, у нас не было ажурных башен, у нас не было рыцарских турниров, мы у нас были только, мы жили все время тысячелетия в избах заткнутых мхом, и любой будочник мог молотить по морде обывателя, где нам лезть в цивилизованные державы, мы глубоко, он пишет о России, что Россия только может создавать жалкие подражания мировым стандартам, в литературе, в музыке, все второстепенно, Россия это край, открытый природным стихием или нашествием кочевников, но Россия именно в силу своих противоречий может сыграть большую роль зажигалки, зажигалки мирового пожара, он считал, что вот эта революция в России это очень хороший способ взорвать весь мир, если уж в России произошла революция, то что же смотрят люди левого фланга в других странах, пора выступать, это идея с одной стороны пожара, но она была досказана Парвусом, Парвус своей идеей перманентной революции говорил прежде всего о Соединенных Штатах Европы, об европейской интеграции, Парвус видел в революции задачу встряхнуть Европу, покончить с архаическими, монархическими режимами и всякими феодальными порядками и создать более удобный мир для движения товаров. В какой степени разделял это Троцкий? Троцкому нравилась идея Соединенных Штатов Европы, он даже целый ряд статей писал, даже в семнадцатом году, вернувшись в Россию, он писал о Соединенных Штатах Европы. Что дальше, какой это будет порядок в этих Соединенных Штатах Европы, было очень туманно и неясно, кто, какой, как осуществляться идеи социального равенства, как воплотятся идеи о государствлении промышленности, это тоже было неясно. Главное, Соединенные Штаты Европы, вот цель, то есть Европейский Союз, в конце концов, вот цель. На базе, да, социалистических идей, социалистических, которые захватят массы, но ведь, если разобраться, социал-демократические партии в последующем сыграли огромный, не пойдя по пути строительства социализма по советскому образцу, они прекрасно создавали интегрированную Европу, Европейский Союз и прочие социалистические партии Франции, социал-демократия Германии, лейбористская партия Великобритании, то есть не вот сюда ли шло дело. Будучи человеком очень эмоциональным, проявлявшим себя прежде всего в этой эмоциональной стихии, революции, выносил себя и видел себя как вождя революции, демон революции, но что было дальше оставалось очень еще неясно. Это стало ясно только потом, когда он стал, действительно приступил к руководству реальными делами в советском правительстве. Самое главное для Троцкого была цель, которой он стремился вот это осуществить, его приход к власти и жуткое презрение к окружающим. Это ему и портило. Он часто не замечал людей, которые были не слабее его по многим параметрам. Он преувеличил свою роль. Он это прежде всего презрение. в последующем об этом ему как раз и говорили, что он презирает всех вокруг. Он слишком высокого мнения на себе. Особенно в России. Он просто презирал вот эту темную серую массу. Он жаждал вернуться в Европе, где он очень хорошо интегрировался как международный журналист, как человек, который писал в разные газеты всей Европы. Он хотел избавиться даже от этого темного прошлого, которое его тяготило с рождения и подняться над этим. Я думаю, что-то в этом роде. И вот Бухарин предлагал начать революционную войну. почему? Они захватят Россию, а затем крестьянин поднимется на борьбу против захватчиков, и они интервенты будут нести потери, и тогда в мире возникнет революция. Троцкий говорил, нет-нет-нет, это все-таки рискованно. Ленин категорически возражал. Ленин дал указание Троцкому тянуть с подписанием, ну, как только дело дойдет до ультиматума, соглашаться. Дело дошло до ультиматума, и Троцкий неожиданно произнес речь, из которой следовало, что советская делегация такой договор отказывается подписывать, потому что он унизительный, потому что Герцогермания остается все захваченные территорией, но войну прекращает. немецкая делегация была в растерянности, какое-то время и правительство не реагировало, Троцкий уверял, вернувшись из Бреста, что немец не пойдет, что его речи в пользу войны, они уже дошли до солдат немецких и австрийских. Но через неделю после срыва переговоров кайзеровская армия перешла в наступление, а защищать Россию было некому, в это время прочитали солдаты уже декреты земли, и они бросили свои окопы, чтобы разбирать землю, поскольку помещи землевладения было ликвидировано, защищать некому было. И кайзеровские войска стремительно двинулись в Белоруссию, с Украиной, с Радой были подписаны уже соглашения сепаратные. Кроме того, Украина была занята в основном Красной Армией, но Красная Армия была слишком слаба. Попытки оказать сопротивление немецким войскам были неудачны. Этой Донецко-Криворожская республика как-то пыталась сопротивляться, но не получалось. В два счета немцы заняли Прибалтику и уже оказались можно сказать в прыжке от Петрограда. Вот в этих условиях Ленин дал указание подписывать мир, а наконец в ЦК он получил большинство и проголосовало за подписание Брестского мира. Мир был подписан. А Троцкий в знак протеста против того, что договор все-таки был подписан, ушел в отставку с поста Наркома иностранных дел. Но война с Германией была прекращена. Но на том этапе, пока шла все-таки эти военные действия, Троцкий уже обратился и к Антанте за помощью. Этим воспользовались союзники, которые на рейде уже стояли у Мурманска. Брестский мир был подписан, но союзники высадились в Мурманске, тем более председатель местного совета Юрьев согласился их принять. Сталин ему написал, что вы немножечко поторопились с приемом союзников, а союзники все шли и шли. Взят был Мурманск, затем они высадились в Архангельске, в апреле высадились японцы во Владивостоке, началась интервенция западных держав. Стране надо было создать, Советской Республике надо было создать армию. Армию создали, в ней было всего 119 тысяч человек, но и белых было не так много, белая гвардия была 4 тысячи всего. Как правило, закон гражданской войны, люди не склонны участвовать в братоубийственной войне. Поэтому неудивительно, когда давно подготовленный чехословацкий корпус и 60 тысяч человек сумел захватить весь транссиб, некому было обороняться. И вот Троцкий должен был, да, и Троцкого возглавили, сделали председателем Реввоенсовета и наркомом военных и военно-морских дел. Он должен был руководить вот этой вновь создаваемой армией. Как создавать? Троцкий решил, что в этих условиях надо во многом развернуться на 180 градусов. И он обратился к белым офицерам. С одной стороны, белых офицеров привлекали кнутом угрозы, что если белый офицер, генерал откажется служить, в качестве заложников возьмут его семью. С другой стороны, Троцкий неожиданно заговорил как патриот. Он произносил речи, которые были невероятны в его устах. Когда он, выступая в Киеве, допустим, говорил, что мы не позволим, чтобы белые войска топтали нашу матушку Россию. он стал супер патриотом, защитником России, защитником русского народа. И это играло свою роль. Кроме того, Троцкий действовал жестко. Его указы были очень суровы. Дезертира расстреливали на месте. Мало того, избу дезертира сжигали дотла. И полк, который сбежал, или батальон, или рот, полков тогда и не было, батальон, там рота, они покинули позиции, каждого десятого расстреливали, огульно расстреливали. Меры зверские, жесткие. Троцкий действовал теми методами, которые нужны были в то время. Не просто прийти к солдатам и они под отсалютуют тебе. Нет. Он выступал, он говорил перед солдатами, он вставал перед солдатами и, обращаясь к первому ряду, он брал одного из них и говорит, ты и я, мы вместе, мы одни, против нас будут вот те, которые за этой речкой стоят, мы будем вместе с тобой защищать ту землю, которая стала нашей, те предприятия. Он заводил людей, как он награждал, он раздавал, орденов не было, он отдавал свой маузер первому попавшемуся солдату, который считался отличительным. наконец, как он выступал на собраниях, собирает людей, очевидец рассказывал, я это с детства помню, такой рассказ, Троцкий должен выступить. Вот, и время подошло, он опаздывает, недовольные в зале, что такое? Троцкий опаздывает 10 минут, 20, полчаса, вдруг включаются прожекторы, которые светят на сцену, вбегает человек в чёрном, это Троцкий, он подходит, выходит на аванс сцену, он распахивает своё чёрное пальто, а под ним красная подкладка, и прожектор освещает вот этого человека, который стоит в такой позе, и прожектор освещает его пенсне, которые сверкают демонически, взрыв аплодисментов, демоны революции. Троцкий произносит зажигательную речь, народ сходит с ума от его выступления, и вот в этом был тоже Троцкий. Троцкий предлагает действовать жёстко. Один раз случилось его бронепоезд, который перемещался по всей стране, занесло снегами. И вот он увидел, вот в этом вся Россия. Вот нужно, ему пришлось как-то организовывать очистку этого снега, разбирать. Нет, только жёсткий порядок. И Троцкий выдвигает идею уже в девятнадцатом году милитаризации труда. Превратить труд военный. Профсоюзы, что такое профсоюзы? Ах, они там обсуждают, у них привычка там забастовки проводить. Нет, это будет профсоюз, это будет армия. Идеалом стал ЦЕКТРАН. Что такое ЦЕКТРАН? Центральный комитет союза рабочих транспортов. Вот, ЦЕКТРАН мобилизован, они все малейшее нарушение, суровое наказание для рабочего члена ЦЕКТРАНа. Это военная дисциплина, это органьявка в определенное время, это коллективная еда. Покончить с этой, как говорил Троцкий, говорит, мы очень много тратим время на жратву, жратва должна быть коллективной, все питаются одновременно вместе. И уже на Девятом съезде Троцкий со своими идеями трудовой армии добивается успеха, уже идеи трудовых армий берутся на вооружение. И вот эти методы, они оказывают немалое значение. К этому времени Троцкий был вторым человеком в стране. Устав рабочей крестьянской Красной армии начинался с пункта, где воспевался Троцкий. Популярная песня звучала с припевом с отрядом флотским «Товарищ Троцкий нас поведет в смертельный бой». Вот это от тайги до британских морей там такой был припев. Троцкий, авторитет его был колоссален, поэтому когда рабочие делегации приветствовали съезд, здравенцы были в честь Ленина, затем в честь Троцкого. Это было неоспоримо. Он второй человек в стране, а может быть и первый, потому что Владимир Ильич все-таки не такой вот пламенный, не так выступает, а это вот. Более того, там такой был эпизод запечатлен, что Троцкий, говорит, наш, русский, вот Ленин, говорит, он жит, он жит, а этот наш, он, говорит, он сын Тамбовского губернатора. Вот такая легенда была записана и запечатлена. Троцкий потом потешался, читал вот у него был командный стиль, непримиримый, против него были очень многие военные комиссары, военные командиры, он конфликт, поэтому в 19-м году чуть не произошел жуткий конфликт в партии на этой почве, потому что военные требовали отставки Троцкого. Против Троцкого выступали все ветераны партии, которые остались в руководстве партии и видели в нем пришельца. Троцкий, который в 19-м году, когда Деникин начал наступать, он выдвинул в антирористический план начало переброски всей Красной армии в Индию. Там продолжится, здесь ничего не получается, мы начнем войну в Индии. Троцкий считался чуждым человеком, но самое главное, конечно, поражение Троцкого было, что он не понял, что обстановка изменилась после окончания гражданской войны. Он процветал, пока он руководитель армии, но война кончилась, а он по-прежнему хотел командовать. И вот началась долгая затяжная дискуссия на съезде, перед съездом партии, в которой Ленин предлагал остановить закручивание гаек, ввести рыночные отношения Троцкий за военный коммунизм, за продолжение военного коммунизма. Ленин остановил это и ввел НЭП, но Троцкий быстро перестроился и поддержал НЭП, всецело поддержал НЭП, надо немножко подождать, надо, пока он не был разгромлен, Троцкий все равно оставался вторым человеком, все равно на съездах гремело его имя, но самое главное, Троцкий надеялся на европейскую революцию. В 23 году ждали революцию в Германии, политбюро дошло до того, что приняло резолюцию о том, что он назначает революцию на октябрь 23 года в Германии. Троцкий заявил, что он готов поехать в Германию и возглавить там революцию. Нет-нет, просили его, вы пока останетесь здесь, вы здесь нужны, но одновременно выступили троцкисты, которые выступили с резкой критикой вот этого старого руководства и требовали поддержать Троцкого. Началась дискуссия, Троцкий потерпел поражение, а в это время умер Ленин. До этого Троцкий был действительно рядом с Лениным, вот Троцкий в быту, Троцкий был человеком, который жил в Кремле вместе с Лениным. Они вместе с ним обедали, они вместе с ним разделяли досуг, он был вторым человеком. После смерти Ленин предлагал ему стать заместителем председателя Совнаркома, но Троцкий уже смотрел дальше, он может возглавить, а Ленин, у Ленина вот начались приступы, у него инсульт, он в горках, нет, надо подождать, само собой всё образуется, и вот партия придёт к нему, к Троцкому. Но Троцкий просчитался, в 23-м году Ленин умирает, Ленин тяжело болен, и без него проходит конференция, но Троцкий на ней терпит поражение, а тут Ленин умирает, и когда Ленин умирает, то явно на первые посты выходят Зиновьев, Каменев и Сталин, и председателем Совнаркома становится Рыков, а Троцкий только предре военсовета, а в это время в армии особой уже нужды нет. Кроме того, но Троцкий не успокоился, он хочет напомнить, напомнить, что он был в октябре, играл решающую роль, он организовывал восстание октябрьское, Ленин был где-то там в разливе, а вот он, он был в это время уже в Совете, все организовывал, и он напоминает о том, что Зиновьев и Каменев, они изменили Ленину, он пишет статью «Уроки октября», где напоминает об этом, и навлек на себя вал критики. Тут неожиданно Зиновьева и Каменева поддержали и те, кто в свое время очень осуждали их поступок. Против Троцкого выступил Сталин, против Троцкого Бухарин и другие. Все стали выступать в печати устно с осуждением Троцкого. Тогда Зиновьев и Каменев даже поставили вопрос о том, чтобы исключить Троцкого из ЦК. Нет, сдержал их Сталин, оставить. Правда, убрать его с поста предревоинсовета. Предревоинсоветом может стать Фрунзе и, соответственно, и наркомом военных. Троцкий терпит поражение, а затем в борьбе, которая возникла в руководстве между Сталином, Зиновьевым и Каменевым, он сначала был нейтральным, а потом поддержал Зиновьева и Каменева, и началась долгая затяжная борьба. 26-го года, 27-го года Троцкий выступал на рабочих собраниях, а уже не та была аудитория, не то время, его революционная риторика не очень нравилась, люди видели, что за 10 лет страна перестала воевать, уже стала как-то приходить в себя, уже достигли довоенного уровня по сельскому хозяйству, по промышленности, а Троцкий говорил о том, что нужно поддержать революцию в Китае, в Англии. Ну, это как-то было не ко двору, и это не очень принимали массы. Троцкий по-прежнему уже вместе с Зиновьевым и Каменевым готов был выступить, и в 17 в 27 году, когда праздновали десятилетие октября в Ленинграде, он уже обрел имя Ленина, Троцкий, Зиновьев и Каменев выступили на этой демонстрации на отдельной платформе, просто встали в кузове грузовика и стали приветствовать демонстрацию. Им очень тепло ответили, увидели, вот, эти осужденные уже выведены из СК, они здесь, о, все-таки, они, Троцкий ошибся, он считал, что это поворот, и тогда 7 ноября 27-го года, в свой день рождения, он решил устроить контр-демонстрации в Москве, он выступал с балкона гостиницы «Националь», обращаясь к рабочим демонстрациям, он говорил о том, что надо ударить против Непмана кулака и бюрократа, надо продолжить революцию, в него кидали, в него кидали помидорами, огурцами, что, в общем, свидетельствовало росте сельского хозяйства в стране, сосульками, это был холодный, Троцкий был освистан, Троцкий, Зиновьев, а вскоре состоялся пленум, а затем съезд, где Троцкого, Зиновьева, Каменева, всех их сторонников не только вывели из ЦК, но исключили из партии. Более того, сослали, Троцкого сослали в Алма-Ату, он писал 500 писем написал и телеграмм, он пытался собрать своих бывших соратников, а они были кто в Стерлитамаке, кто в Якутске и так далее, это было уже очень трудно. Эту деятельность Троцкого решили тоже остановить, и Троцкого решили выслать из советской страны. И на пароходе Ильич Троцкий был доставлен в Стамбул, а оттуда он поселился на острове Принькипо в Мраморном море, где он очень долго обитал. Уже в 29-м году Троцкий создает бюллетень оппозиции, бюллетень оппозиции, который нелегально переправлялся в Советский Союз. Им зачитывались здесь, зачитывались, потому что это была альтернативная какая-то пресса, более того, некоторые бывшие троцкисты писали тайно бюллетень оппозиции, а некоторые люди, занимавшие немалое положение директора заводов под псевдонимами тоже публиковались бюллетени оппозиции. Троцкий понял, что у него есть поддержка, и он обращался, что главной мишенью для него стал Сталин. Он считал, что Сталин это ничтожество, которого подняла бюрократическая машина, а бюрократическую машину можно повернуть против Сталина. Он писал, без бюрократической машины Сталин ничто, значит, вы должны подняться против, вы, служащие, должны выступить против Сталина. Это тревожило советское руководство, тем более какие-то основания были, к этому времени возникали оппозиционные группы, иногда это была так, фронда, но тем не менее это фронда, которая ориентировалась отчасти на Троцкого, и Троцкого это пугало, поэтому советское правительство в общем принимало все меры, чтобы остановить это троцкистское движение, Троцкий переехал из Турции в Норвегию, одновременно в это время создается четвертый интернационал, противовес третьему создается четвертый, странные там люди собрались, в секретариате у Троцкого работал некий Зеллер, Зеллер был сыном потомственного масона масона одного из руководителей, затем Зеллер стал верховным драконом французских масонов, и вот Зеллер в 35-м году совершает по собственной инициативе поездку в Москву с целью выяснить возможности покушения на Сталина и других руководителей, возвращаясь он четвертому интернационалу пытается навязать решение о подготовке покушения на Сталина. Троцкий не принимает этого, более того, он боится, что против него будет организовано покушение, и поэтому он эмигрирует в Мексику. К этому времени Троцкий нездоров, он боится за свою жизнь, он пишет завещание, завещание, что он просто думает он умрет, и он даже представляет себе, как у него отнимется нога, рука, как у Ленина, но в то же время он боится и покушения, но не прекращается и активность Троцкого, он пишет, он пишет в различные журналы, он устраивает контрпроцесс США, он снова возвращается в Америку и там выступает в процессе, где верховную роль играет известный философ Джон Дьюи, Троцкий выступает, он пытается выступать на английском, а с английским у него не лады, и как говорили очевидцы, это был демосфен, который набил рот галькой, но еще не научился, не избавился от заикания, это было ужасно, тем не менее процесс, контрпроцесс прошел, шумом доказывали, что все слабые места московских процессов там были выявлены, Троцкий, но троцкисты оставались, играли немалую роль, в Испании, например, троцкисты организовали даже переворот в Барселоне и захватили на время власть, Троцкий это был человек, который не мог не появиться в России, если вот внимательно прочитать соответствующие отрывки из Чеховской степи, он блестяще описал некого Соломона из Степного хутора, который внешне один к одному напоминает Троцкого, Соломон произносит страстные речи против вот того, что его все окружает, против богатеев, против своего рода. Соломон это то, что должно было появиться, вот такой человек из степи, который должен был выплеснуть всю страсть революции, Троцкий именно сыграл эту роль, он такие были, Троцкий в малых масштабах были, он сыграл наиболее крупную и значительную роль. Троцкий в известной степени был человек, которым направляли какие-то сильные люди за пределами страны, ну, достаточно вспомнить Парвуса, Парвус просто дирижировал Троцким, но судьба Троцкого была, конечно, несчастна, первая его любовь, он очень любил первую жену Александру Соколовскую, но он оставил ее, в силу того, что он был революционер, и он вынужден был оставить свою семью. Дальше он увлекся Седовой, прекрасная семья, все, хорошо живут, но он невольно обрек своих детей на то, что их воспринимали прежде всего, как дети Троцкого. Сергей Троцкий не хотел лезть в политику, он был человеком далеким от политики, он здесь жил, но когда началось преследование троцкистов, ему приписали троцкизм, его посадили, его расстреляли. Лев Седов, младший сын Троцкого, он был активный троцкист, он умер при загадочных обстоятельствах во время операции аппендицита, Троцкий подозревал, что он был убит, не исключено. Все дети гибли и гибли прежде всего, потому что они играли роль прежде всего детей Троцкого, знаменитого Троцкого. Так что осталось живых только Седова, которая умерла в 61-м году и ее хоронили под красным знаменем с серповым молотом. Он жил в страхе, он жил в страхе, причем очень глубоком. Когда мексиканская полиция пришла к нему и он стал рассказывать о покушении на него, она поразила, что он был спокоен, это было чисто внешнее. Он был просто настолько уже собран, он ведь был моментальная реакция, только врываются люди, он тут же спрятался, и он, и его жена, и внук, все сумели спрятаться, и эти автоматчики только сделали несколько очередей, он ждал своей смерти, он готовил завещание, он говорил о том, что очевидно, вот он может умереть, нет, он жил, это не был панический страх, это было уже состояние вечного ожидания смерти. Я думаю, это, конечно, тяжелая жизнь, которую он для себя построил, и надежды на успех, конечно, он, правда, писал в книжке «Преданная революция», что начнется война, Советский Союз потерпит поражение, рабочий класс поднимется, молодежь, особенно молодежь, поднимется против Сталина, молодежь, тяжело дышать в сталинских условиях, он кругом ошибался, все пошло не так, молодежь страны Советов поддержала Сталина, Советский Союз не проиграл, а выиграл войну, стал ведущей державой и победительницей, Троцкий этого не видел.